Мухаммаду 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 М Для каждого мусульмана важно знать и изучать положение относительно того, как следует вести себя в вопросах долговых обязательств. В сущности, каждый человек, независимо от его статуса в обществе, сталкивается с вопросами долговых отношений. Кто-то берет взаймы, кто-то дает в долг. В сущности, выступая в качестве заемщика или взаимодателя, а также как свидетеля этого действия, мусульмане должны знать существующие учения и толкования шарадских положений, регулирующие долговые взаимоотношения. По ряду причин, проблема долговых взаимоотношений в наши дни стала одним из самых злободневных вопросов. Актуальность этой темы возрастает по мере развития частной собственности, частного предпринимательства, что мы сегодня наблюдаем повсеместно. Однако из-за проблем в долговых отношениях, большей частью из-за незнания людьми положений об исламском заеме, между ними возникают недоразумения, конфликты, ссоры, тяжбы и даже скандалы. Уже стало обычным явлением, когда одни сетуют по поводу того, что предоставили заем и теперь столкнулись с трудностями возврата своих же средств, а другие жалуются по поводу того, что взаимодатели ставят жесткие условия при предоставлении заема. Нередко появляются и слухи о должниках, которые отказываются признавать свои долги, и о взаимодавцах, которые начали применять чрезвычайные, а порой и судебные меры по возвращению своих денег. Практика показывает, что чаще всего те, кто при получении или выдаче заема даже не вспоминал ни шариат, ни ученых-богословов, столкнувшись с проблемой, вдруг вспоминают о них и желают, чтобы те разрешили спор по предписанным религиозным законам. Так, по требованию времени, появилась и книга Хазрата «Заем» и связанные с ним вопросы. Настоящая книга, на наш взгляд, предлагает полноценные решения по исламским долговым отношениям и разъясняет многие вопросы, сопутствующие этой проблеме. В ней автор детально описывает суть заема, начиная от пояснения словарного и терминологического значения исламского понятия о заеме, смысл таких арабских терминов, как «корд-дайн», вплоть до изложения тех деяний, которые облегчают выполнение долговых обязательств. В книге обстоятельно поясняется, что мусульмане протягивают друг другу руку помощи, в том числе и в виде заема, за что по исламу воздаются большие награды, и что двукратное предоставление заема равно разовому пожертвованию милостяне. Всевышний Аллах в суре Музаммин сказал «И одалживайте Аллаху прекрасный заем, что предоставите для самих себя благого, найдете его у Аллаха лучшим и большим по награде. И просите прощения у Аллаха, поистине Аллах прощающий, милосердный». Прекрасный заем значит дать кому-то беспроцентный заем, то есть не требуя за это дополнительную материальную выгоду в виде лихвы, то есть риба. То обстоятельство, что одалживаемый людям заем в аяте отнесен к Аллаху, по сути представляет собой замечание упрек состоятельным людям. То есть аят гласит «Представленный тобой заем бедняку равносилен даче заема Аллаху. Не попрекай бедняка этим, напротив, благодари его, потому что он стал причиной удостоящей тебя саваба». Именно эта идея, учение об исламской культуре «Предоставление прекрасного заема на беспроцентной основе нуждающимся», находится в центре внимания книги и постоянно озвучивается призыв соблюдать в этом предписание Аллаха и его посланника, не поступая вероломно в отношении чужого имущественного права, с тем, чтобы обеспечить себе благоденствие в обоих мирах. Также в книге «Заем и связанные с ним вопросы» приводятся указания по практическому оформлению передачи заема на основе положений, исходящих из самого большого аята Священного Курана, получившего название «Аят уль-Мудаяна» – «Аят долговых отношений». В книге описаны адабы «Предоставление и получение заема», то есть как должен себя вести заемщик, как должен вести себя заемодавец, кто хотя и рискует своим имуществом, но с точки зрения оказания услуги, находится выше того, кто просит у него в долг. И как же должен поступать в дальнейшем заемщик, хотя и при получении заема относительно заемодавца он находится в более выгодном положении из-за меньшего риска. Книга «Заем и связанные с ним вопросы» дает детальные пояснения многим понятиям, например, что такое тарика и каков порядок ее распределения, что такое арият, каковы шариатские правила и условия арията. В каждом тематическом разделе постоянно напоминается о важности возвращения долга, об опасности присвоения чужого добра для обеих миров человека. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху али-вассалам, говорит, «Клянусь тем, в чьих руках моя душа, если кто-то будет убит на пути Аллаха, затем воскрешен, и снова убит и воскрешен, и снова убит, но на нем будет непогашенный долг, он не войдет в рай, пока его долг не будет возмещен». Уже само то, что пророк, саллаллаху али-вассалам, сказал эти слова поклявшись, говорит о том, насколько важно погашение долга, в том числе и взятого на условиях арията. Также детальное пояснение дается в книге и по вопросам перевода долга на другого человека и долгового поручительства. Автор также не упустил из виду то обстоятельство, что чистота и халальность того, что употребляет мусульманин, влияет на принятие Всевышним Аллахом его молитв. В этом отношении сунна пророка, саллаллаху али-вассалам, однозначно указывает, что чистота и халальность всего того, что употребляет человек, становятся одним из главнейших факторов принятия его молитв. Как передается в этом отношении, вот следует упомянуть хадис, как передается в одном из хадисов, посланник Аллаха, саллаллаху али-вассалам, однажды сказал Анасу ради Аллаха Анху, «О, Анас, обретай чистым путем, и твои молитвы примутся, ибо поистине, когда человек кладет в свой рот кусочек харамного, его дуа, то есть молитвы, не будут приниматься в течение 40 дней». И сказанного следует, что если в человеке находится даже самая малость харамного, то его молитвы не принимаются. В своей книге Хазрат детально разбирает вопрос о риба, то есть расставщичестве. Риба доказательно рассматривается в книге как опасное и вредоносное для общества явление. В книге Хазрата вопросы долговых отношений изложены с учетом всех современных факторов влияния на осуществление сделок по заему. Особым пунктом описывается учет обесценивания денег, указаны пути решения, возникающих в этой связи вопросов. Для полного представления вопроса о функционировании денег в обществах Хазрат привел раздел под названием «История развития мировой системы наличных денег». Здесь я хочу упомянуть об интересном случае. Завершая редактирование этой части книги, то есть текста под заглавием «История развития мировой системы наличных денег», я подумал, что в этом отрезке употреблено множество терминов, которые характерны финансовому делу. Поэтому решил, что будет целесообразно показать предварительно этот текст экспертам по финансовым вопросам. Так, я обратился к своему близкому знакомому, генеральному директору международной аудиторской компании PKF Mac Alliance, кандидату экономических наук Уримбаеву Икром Хаджи. Излагая суть вопроса, я сказал ему, что мы перевели и редактируем книгу Хазрата об исламском заеме. Я отметил, что часть книги касается истории развития мировой системы наличных денег и попросил просмотреть эту часть из нескольких страниц на предмет выявления и исправления возможных ошибок терминологического свойства. По инициативе Уримбаева Икром Хаджи, эту часть текста также просмотрели такие финансовые эксперты, как доктор экономических наук Одол Олемджонов и доктор экономических наук Ашур Кадыров, за что мы выражаем благодарность им. Когда через некоторое время я спросил о результатах просмотра текста, Икром Хаджи сообщил мне примечательную новость. Оказывается, все трое упомянутые выше многоуважаемые эксперты не только не нашли ошибок, но даже извлекли много полезного для себя. Эксперты отмечали, что, прочитав этот совсем короткий отрывок из книги Хазрата, они узнали много новых сведений об истории появления наличных денег, о которых они ранее не знали. Это обстоятельство еще раз подтверждает, насколько многогранными, насыщенными жизненными и достоверными являются труды шейха Мухаммад Садуха Мухаммад Юсуфа Рахимаху Аллах. Резюмируя сказанное в книге, Хазрат приводит в части заключения множество важных постулатов ислама, о которых должны знать как взаимодавцы, так и заемщики. Упомянем лишь один момент. В одном из хадисов отмечается, как пророк, саллаллаху али-баласалам, просил защиту у Всевышнего Аллаха от четырех явлений. От ленивости, от того, чтобы быть должником, от появления Масиха Даджала, от мучений в геении. Стало быть, ленивость и положение должника относятся к той категории вещей, которых следует страшиться так же, как Даджала и мучения в геении. Вообще, и само положение должника возникает в основном вследствие лени. Стало быть, надо постоянно просить защиты от лени и держаться от нее подальше, наставляет нас всех Хазрат. В конце книги Хазрат выделяет место для описания деяний, которое помогает должнику исполнить свои долговые обязательства и избавиться от этого бремени. На основе достоверных хадисов упоминаются специальные намазы, молитвы и чтение определенных сур Священного Курана, которые облегчают должнику погасить свои долги. Наряду с арабским текстом молитв и молитвенных фраз из сур приводится так же их транслитерация на кириллице, а так же смысловой перевод этих молитв. Это еще одна из причин, которая делает книгу доступной, понятной для широкой аудитории. Книга «Заем и связанные с ним вопросы» является практическим пособием по вопросам долговых взаимоотношений. Настоящая книга, несомненно, должна быть в числе настольных книг, я бы даже сказал карманных книг каждого мусульманина, потому что в ней раскрывается сущность имущественных обязательств, которые влияют на конечный исход для каждого человека, то есть становятся причиной попадания его в рай или ад. А завершает хазрат такого рода свои произведения традиционно собственными словами молитв. В книге «Заем и связанные с ним вопросы» его слова молитвы звучат так «Пусть сам Всевышний Аллах сохранит каждого из нас от долгового бремени». Пусть он сам будет помощником нашим должникам в погашении их долгов. Мы же просим Всевышнего сделать эту книгу полезной и благодатной для всех нас. А читатели просим возносить благие молитвы за автора этой книги, за продолжение его дела. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.